Здорово, это Шамшурин, и это видео называется «Как подчинить себе любую женщину?» Не подчинить, а подчинить. В этом видео я раскрою эту тему. Я прекрасно понимаю тех мужчин, у которых есть такое рьяное желание подчинить себе женщину. Кто эти мужчины? То есть эти мужчины, как правило, те, кто общается с женщинами с позицией снизу. И с конкретной этой женщиной в том числе. То есть почему такое желание происходит и появляется в твоей голове? Все очень просто. То есть тебе нравится девушка, ты не можешь контролировать какое-то ее поведение. Возможно, она тебя на что-то провоцирует. Возможно, что она не отвечает тебе взаимностью. Возможно, что она показывает к тебе какое-то неуважение или пренебрежение. И ты думаешь, что элементарно в этот момент, что мне нужно сделать? Мне нужно ее себе подчинить. И в этом-то весь, скажем так, нюанс. Ты должен понять одно, что насильно заставить кого-то себе подчиняться, так же, как и уважать себя или любить себя, невозможно. И чего хочется этим мужчинам? Им хочется не того, чтобы женщина им подчинялась, потому что это уже клиника, это ненормально. Им хочется элементарно, чтобы женщина, которая им нравится, уважала их и относилась к ним достойно, с почтением и с уважением. И об этом поговорим в этом видео. И многие гуру в интернете по соблазнению, по отношениям, эти все психологи, все как один твердят, подчини себе женщину. Ты должен понимать следующее, что женщина захочет подчиняться только соответствующему мужчине. Мужчине, который общается с позицией сверху, который сильнее ее и для которого намного важнее, чем отношения с этой женщиной, его принципы, цели, рамки, границы и все прочее в этом духе. Например, женщина хочет подчиняться сильному мужчине. Она, каждая, мечтает о том, чтобы рядом был такой мужчина. И тогда заставлять ее подчиняться тебе или уважать тебя не придется. Она с радостью захочет это делать сама. Но тут вопрос, соответствуешь ли ты такому типу мужчин? Пример очень простой. Представь себе, ты начинающий какой-то там борец ММА, боец ММА и так далее. То есть ты выходишь на ринг с профессионалом. С человеком, который намного жестче тебя дерется и больше времени этому посвятил. И это выглядит так, как будто бы ты сейчас стоишь и кричишь кому-то своему тренеру, кому-то еще. Говоришь, сделайте так, чтобы я этого человека подчинил, побил, справился с ним, поборол его. Это бесполезно. Ты можешь долго об этом кричать. Но если ты сам не соответствующий, не соответствуешь уровню этого своего соперника, у тебя никогда не получится заставить этого человека проиграть. Потому что ты в любом случае ниже его, слабее его и так далее. И для того, чтобы женщина, скажем так, подчинялась, ну я бы лучше выбрал слово, уважала тебя и ценила тебя как мужчину, для этого нужно соблюсти несколько условий. Сегодня я тебе расскажу о пяти из этих условиях. Итак, пять условий для того, чтобы подчинить себе женщину. Условие первое. Все твои требования, условия, запреты или что-то в этом духе обязательно должны быть мотивированы и объяснены. То есть, что ты не просто так вот захотел. То есть, ты как мужчина обязан научиться объяснять и доносить женщине, почему это можно, это нельзя, причем все должно быть мотивировано. И четко растолковано. Причем это нужно делать не в какой-то оправдательной позиции, это нужно делать иногда категорично, жестко. Самое главное, что ты должен делать, ты должен объяснять ей возможные негативные последствия от чего-либо. Например, ты не хочешь, чтобы твоя девушка общалась с какими-то людьми, потому что тебе кажется, что они на нее плохо влияют. Ты должен объяснить ей, как мужчина, как взрослый человек ребенку, почему это не нужно делать, почему это неправильно, к чему это может привести, причем в достаточно жесткой ультимативной форме. Таких мужчин будут уважать, соглашаться, и она, возможно, с радостью, я надеюсь, что с радостью согласится с тобой, когда ты сможешь до нее это донести. Второе. Ты должен быть готов в любой момент, если что-то пойдет не так, все бросить и уйти от нее. Действительно, это так. Обычно женщины общаются с мужчинами таким образом, что если ты будешь себя плохо вести, я тебе не дам секс, я тебе что-то там не сделаю, и вообще я от тебя уйду. Здесь ты должен так транслировать, так себя позиционировать. Ты должен дать ей понять, что твои границы, твои рамки, твои принципы для тебя намного важнее где-то, чем отношения с этой женщиной. Конечно, не нужно доводить до крайности и до фанатизма, но если ты будешь четко ей давать это понять, женщина никуда от тебя не денется и захочет тебя уважать, увидит в тебе настоящего мужчину, и, собственно говоря, ты получишь то самое подчинение, о котором ты мечтаешь. Следующее. Третье условие. Ты должен, как мужчина, доминировать во всем. Ты должен брать на себя ответственность, решать проблемы, разгребать какие-то дела и принимать какие-то ключевые решения. Что я вижу сейчас постоянно и повсеместно? Даже на стадии ухаживания, каких-то там первых свиданий, чего-то еще, я вижу, как женщина приходит с мужчиной в ресторан, и даже здесь он говорит, выбирай, куда мы сядем, то есть куда ты хочешь. Она говорит, где мы сядем? Она хочет, чтобы ты привел ее, посадил там, не знаю, сделал все свои дела, то есть сделал вам обоим хорошо. А что я вижу, то даже в этих мелочах ты перекладываешь ответственность за принятие какого-то решения, даже где вы сядете на нее, что уже говорить о каких-то крупных, более серьезных моментах. Четвертое. Ты должен нести за нее ответственность. Ты мужчина, и ты обязан нести ответственность за свою женщину. То есть ты должен решать не только свои проблемы, но и ее проблемы. И сейчас я уже предвкушаю, как у множества людей здесь в комментариях, просто начнет рвать жопу, особенно тех любителей, которые во всем привыкли винить женщин, которые говорят, я ничего ей не должен, кто она такая, почему я должен. Окей, ты ничего не должен. Тогда сиди один и не спрашивай, почему у тебя нет женщины до сих пор нормальной. Представь себе ситуацию, когда-нибудь у тебя будут дети. Как ты будешь решать их проблемы, как ты будешь брать на себя ответственность за них, заботиться о них, если сейчас у тебя такая позиция, что ты ничего не должен. Либо ты мужик, либо ты идешь нахер. Пятое условие. Ты должен сам соответствовать определенному уровню. С чем я сталкиваюсь на своих консультациях? То есть я вижу толстящего, жиреющего, бедного, не зарабатывающего, не стремящегося ни к чему, какого-то там мужичка, который ни хрена не хочет делать, просто смотреть телек, футбол и все прочее. И при этом он говорит, я хочу починить себе женщину. Я хочу тебе напомнить следующее. Чем больше прав, тем больше обязанностей. И чем больше обязанностей, соответственно, тем больше прав. Поэтому, если ты берешь на себя функцию добытчика в семье, в ваших отношениях, мужчины, которые решают все вопросы, берет на себя ответственность, то есть на тебе куча обязанностей, то тогда логично, что у тебя и больше прав. И на этом основании ты можешь требовать определенного там какого-то подчинения. Хотя еще раз говорю, что требовать ничего не нужно. Если ты соблюдешь все эти пять условий, а их на самом деле намного больше, но это минимальные, то любая женщина, которая с тобой, обязательно будет тебя уважать и смотреть на тебя снизу вверх, как на своего бога. И в финале этого видео забудь об этой идее подчинить себе женщину. Она изначально звучит глупо. Думай только о том, как сделать так, чтобы твоя женщина тебя уважала. Это был Шамшурин. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok